В любых разводах во все времена самое смешное и опасное это слово «вдруг». Давай разъедемся, чтобы подумать. Это работает? Вопрос «что ты чувствуешь?» приводит в ступор человека 40+. А сегодня это в 10 раз сложнее. Хочется, конечно, сказать, что все мужики козлы, но нет. Вот именно так. Если мужчине задавать вопросы, вы не поверите, какие у него внезапные ресурсы открываются. Многие женщины любят страдануть. И пожалеть себя. Не так страшны стальные яйца, как то, что выросли они у хрупкой девушки Оксаны от страшных жизненных невзгод. Всем привет! В рамках канала «Сама Меньшова» мы решили запустить еще один формат, который называется «Самопознание», в котором я собираюсь встречаться и разговаривать с самыми разными интересными людьми и экспертами в самых разных областях, чьи опыты, знания, возможно, помогут нам с вами справиться с этими непростыми временами, в которых мы все с вами оказались. И самой первой гостьей этого нашего формата стала не кто иная, как Таня Мужицкая. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте. Я очень рада, что мы снова с вами видимся. Да, надо сказать, что у нас сложился удивительный дуэт. Вот, если кто вдруг случайно еще не видел, в марте месяца этого года мы с Татьяной сняли программу, и надо сказать, что она имела какой-то эффект невероятной, разорвавшейся бомбы, но хорошей такой, позитивной бомбы, потому что я до сих пор была... Огнетушителя такого. Да, или наоборот, огнетушителя и какого-то утешения, потому что ко мне тоже подходит очень много людей. Таня мне вот перед эфиром сказала, что к ней подходят люди. Очень много. Они подходят на улице благодаря... И благодарят именно за эту программу. И надо сказать, что когда мы запускали этот формат, я думала, что очень хочется поговорить с психологом. Вот как с Таней Мужицкой? Долго я говорила слово «как с Таней Мужицкой», пока я не подумала, а почему же «как с Таней Мужицкой», а не с самой Таней Мужицкой? Я позвонила Тане, и у нас все срослось. А Татьяна мне принесла чашку, тронув мое сердце, потому что в прошлый раз мы с ней говорили о том, что она коллекционирует самые разные чашки. И вот ту фразу, которую мы обсуждали, откроется на страшном суде, что единственным смыслом жизни на земле была любовь. Вот у меня теперь есть такая чашка с этой моей любимой цитатой от Татьяны. В общем, сегодня какой-то праздник, а не эфир. Но мы, тем не менее, поговорим на избранную тему. А избранная тема... Я вообще хочу ещё, Танечка, на секундочку предварю, для чего я придумала этот формат. Мне кажется, что сегодня встает очень большое количество каких-то острых вопросов, которые они и в целом касаются нашей жизни, но иногда они просто какие-то очень актуализируются. И, в частности, мне кажется, например, что сегодняшнее время, которое, с одной стороны, казалось бы, должно было бы вызвать такую реакцию сплочения, оно спровоцировало огромное количество разводов. Наверное, вам как психологу больше понятно, почему так, потому что для обывателя это выглядит как, почему, когда, казалось бы, надо держаться друг за друга, и вдруг всё наоборот. Ну, смотрите, вот почему нам кажется, что они должны сплачиваться? Потому что время острое, время серьёзное такое, да, рискованное. Так в этот момент что происходит? В этот момент происходит как раз такой надлом поверхностной структуры, и становится видна глубина. Ну, вот так вот, раз, сломалось, и сразу понятно, что внутри. И может оказаться, что пока всё хорошо, то как это и никаких друг другу вопросов не возникало. То есть все жили как-то по рельсам, по накатанным спокойно, были семейные ритуалы, внутри которых все существовали, не было необходимости заглядывать друг к другу внутрь, в душу, в глубину. А тут вдруг, ну, неожиданно, оказалось, что приходится обсуждать острые темы. Вдруг может оказаться, что вообще человек не тот, кем я его считала или считал. То, что совершенно на уровне каких-то бытовых вопросов всё хорошо, а на уровне вопросов важных и принципиальных для принятия решений не тот человек, не так всё. И тогда начинаются вот эти вот моменты, что вскрываются какие-то истории из прошлого, которые раньше был достаточно большой буфер, например, чтобы на какую-то историю отреагировать так, ну, закрыть глаза, сказать, ай, слушай, со всеми бывает. А сейчас этот буфер истощён, психика истощён у всех, то есть очень большая нагрузка идёт. И нету сил на то, чтобы это преодолевать, нечем это прикрыть снаружи, да, никаким ресурсом залить. И поэтому человек говорит, не могу терпеть этого, и такая, может быть, причина, что это для меня уже перебор. То есть нечем компенсировать вот эту разницу, нет. Ещё одна история связана с тем, что, ну, что такое любовь, да, наша любимая вот эта тема, потому что, конечно же, вот не зря люди, когда венчаются там вот этой в горе и в радости, да, обещают. Да, да. И это очень важная штука, потому что что такое в горе, очень мало кто знает, и мало кто может выдержать, что такое в горе вот в этом самом. Ну, и опять же, ещё одна причина, которая, как мне кажется, это явление описывает, она вот какая. Это стало просто, и в этом перестала быть необходимость для выживания в браке. Ведь смотрите, если мы возьмём, в чём разница сейчас, допустим, там, не знаю, сто лет назад, двести лет назад. Да, брак – это была целая институция. Не просто институция, это было необходимо для выживания. Невозможно было. Ни женщине одной было невозможно, мужчине одному было очень сложно, да, то есть это было для... А детям вообще невозможно было вне семьи выжить, да? Да. А сейчас цивилизация столько принесла нам всяких благ, что... Конечно, и мы стали очень самостоятельны, и у нас это перестало быть как необходимость. Это стало скорее как, ну, дополнительная опция. И любое усложнение жизни и испытание. Сразу же, конечно, оно не выдерживает, да, эта система не выдерживает. Потому что, ну, или что, зачем терпеть, если можно, вот как какая-то была такая притча красивая. Внук обратился к деду и говорит, вот ты знаешь, вот девушка там не понимает меня, я вот думаю, брось её. Или что, на что дед сказал, эх вы. Вот ты, говорит, когда у тебя сломалась вот лыжа, что ты будешь делать? Ну что, выкину, куплю новый. А если у тебя сломается утёк, выкину и куплю новый. Вот. А в наше время, говорит, мы всегда держались за отношения, потому что мы сломанные вещи всегда чинили. И всегда вот рубашка порвалась за шеей, за штопой. Вот и в отношениях то же самое. Что надо, как бы мы приучены к тому, что надо беречь то, что у тебя есть, и ты можешь вкладывать, чтобы это всё починить за штопой. А у вас поколение одноразовых вещей. Ну, в принципе, да. Ну, так это же глобальная, получается, концепция жизни. Так и отношения тоже одноразово не понравилось, выкинул, новое возьму. Ну, и получается, что это время бросило нам всем такой вызов, что очень многие отношения сломались, и вслед за этим многие предпочли их выбросить. Ну да, да, именно так. Но есть, правда, и другая, ну, чтобы тоже у нас не создавалась такой картина, есть и другая сторона, когда есть отношения, которые укрепились за счёт этого. Когда вдруг люди обрели в этом смысл. Именно в помощи друг другу, именно в том, чтобы действительно друг друга поддерживать, там, если они разлучены на какое-то время или наоборот. То есть они вдруг оказались перед ситуацией, когда до этого им не надо было принимать никаких совместных решений особо-то. Ну, ипотеку. Кто платит? Всё, максимум. В какую школу отдать ребёнка? А тут совсем другой масштаб принимаемых решений. Вдруг, совместно. Что такое совместно? Это значит, надо выяснить вопросы, кто в семье главный? Так или иначе. То есть надо понять, как бы, а если у вас разные решения, то что? Да, надо выяснить вопрос, откуда берётся ресурс? Есть у нас вообще силы? И как мы вообще их экономим или что? Да? Финансово – это очень важная история. Откуда у нас, кто у нас источник? И это вообще далеко не всегда обычная модель. Ну, такая стандартная, в кавычках. Сейчас очень много разных моделей есть. И вот эта вот история заставляет пересматривать отношения, ещё глубже на это обращать внимание, ещё глубже погружаться туда в ценности, то, что сейчас называется. Потому что что такое ценности? Ценности – это критерий принятия решения. Да, вот это, мне кажется, тоже очень особенный момент в нашей жизни. Мы все раньше много говорили вслух про ценности. Но это была какая-то такая теорема без доказательств. Это были как красивые слова. Это вот анекдот один из моих любимых тоже. Я знаю джиу-джитсу, кунг-фу, карате, самбо, ещё много страшных слов. Это вот примерно об этом, что я могу сколько угодно говорить про ценности, но… Но на самом деле это не было так. А сегодняшнее время… Проверка. Оно действительно бросило нам такой вызов, что в самом деле каждый из нас формирует эти ценности, даже если у него их и там не было необходимости раньше вынуть из себя. И сравнивает ровно вот в этом разговоре. Сравнивает и понимает, что я могу сколько угодно говорить, что я, не знаю, за здоровый образ жизни. Но если я при этом покупаю чипсы обычные, то и пиво. Возможно, я говорю одно, возможно, а делаю, совсем другое. Делаю, возможно, другое. Причём я их… Это же очень интересно, ведь этот ЗОЖ начинается, что называется, не на столе, а в магазине. Ты покупаешь, какие продукты такие или нет. И вот это на уровне принятия решений. На протяжении многих лет, до вот этого времени, в котором мы все вместе оказались, нам казалось многим, и что, собственно говоря, это не так важно, и что это то, с чем можно пренебречь, не обратить внимания, ну, ладно. Главное, что мы вроде бы как вместе смотрим про… Человек хороший. Да, человек хороший, и вроде про добро и зло одинаково понимаем, ну так, в целом. Но даже, например, один человек религиозный, а другой человек не очень религиозный, даже это в последнее время не было между людьми какой-то особенной уж прям проблемой. Сегодня многие семьи разрушаются вопросом отношения к происходящему. Конечно. Так это… Это что можно сказать тем людям, которые пытаются до сих пор от этого отмахиваться и говорить, да нет-нет-нет, это не так важно, как бы мы это перетерпим. Или это не перетерпеть? Вот. И здесь возникает вопрос, на каком уровне вы хотите решить эту проблему, что называется. Абсолютно две разные категории людей будут. Первая категория людей, у которых надо принимать решения в связи с этим. Менять ли место работы? Менять ли место жительства? Что говорить детям? Как реагировать на то, что у детей в школе происходит? Да. Если им важно это, то это решение, которое напрямую затрагивает все сферы жизни. Вот от этого отмахнуться не получится. И за счёт этого всё летит. Другое дело, когда мы сидим, вот у нас ничего не изменилось глобально. Да. То есть мы как работали, так и работаем. Вот как мы сидели на диване, так и сидим. Но считаем по-разному. И спорим мы только о том, какой канал смотреть. Допустим. Или какие новости, каким новостям верить. Вот скорее так, каким новостям верить. Тогда это другая история. И вот тогда у этого нет необходимости принимать решения, и она может длиться всю жизнь, превратиться в полемику, я бы даже сказала, в сексуальное возбуждение. Ну потому что, да, это известная такая, у сексологов есть идея, я ничего нового не открою, что в конфликте и в споре рождается в том числе и возбуждение, и многие конфликты заканчиваются, бурным семейным сексом. А по-другому даже иногда люди уже даже не могут. Им прямо обязательно надо хотя бы вокруг чего-нибудь закрутить какой-нибудь конфликт. Но если не вокруг переписки, что это там у тебя за Степан Иванович в телефоне, или там вопросом такого, опять у нас там немыт холодильник, да, или вот ты опять смотришь свои вот эти новости. Это в данном случае никакого отношения к действительным ценностям не имеет. Вот о чём я хочу сказать. То есть ценности проявляются тогда, когда тебе нужно принимать решение. Если ты решение не принимаешь, то, в общем-то, ты можешь говорить много раз. Это по-прежнему остаётся не более чем спором. Да. Много разных слов, да. Другое дело, что если вот начинается вопрос, и вот тогда надо принимать опять решение, почему на две кучки прям раскладываю, да, а ребёнку как это объяснить, что сейчас происходит. Вот если у мамы и папы разные взгляды, или у бабушки и дедушки на это, то на ребёнка кто оказывает влияние, ему какую точку зрения иметь? И тогда опять же мудрые психологи говорят, пусть у него будут все точки зрения. Пусть он так и говорит, папа считает так, мама считает так, а я не считаю никак. А я не хочу об этом вообще думать, например. Или там я согласен вот с этим. И это тогда получается совершенно другая история. Если представить себе, что сегодняшняя семья доходит до этой точки. До развода, в смысле? До развода. Часто идеи, которые есть, как некий такой надежды на то, что это притормозит. Мол, давай разъедемся, чтобы подумать. Это работает или нет? В целом это работает. Но это есть даже направление семейной психологии, которое даже это рекомендуют сделать. Инженерный смысл очень простой. Их два. Первый смысл такой. Иногда бывает так, что когда ты находишься всё время, допустим, вот у тебя мозоль на пальце, и ты носишь обувь, которая тебе всё время на эту мозоль давит, то тебе, конечно, всё время больно. Ну хорошо, но походи босиком. Вдруг ты обнаружишь, что там есть мозоль, а дело вовсе не в ботинках. То есть это очень важно. В какой-то момент именно разойтись на расстоянии, чтобы просто сам человек успокоился хотя бы немножко в атмосфере, чтобы там всё время не заводился вот этот новый конфликт, и каждый раз будет самопрограммирующаяся реальность. А вторая история здесь вот какая. Мне очень нравится терапевтическая притча, что, значит, вот Голубь был один, к которому попалась Голубка, и он вообще пришёл один раз домой, говорит, у тебя гнездо воняет всё время, ты вообще фу, отвратительное. И ушёл к другой. Улетел к другой, у неё тоже гнездо опять воняет всё время, что такое гнездо вонючее. В общем, он так менял их, менял, менял, потом понял, что нет в мире совершенства, разозлился на всех и стал жить один. И выяснил, что гнездо... Гнездо вонючее. Даже когда он живёт один, гнездо вонючее, дело было вовсе не в них. То есть для чего советуется разъехаться? Не просто разъехаться, а разъехаться и понаблюдать, что действительно провоцирует именно партнёр, а что вообще-то в тебе. И тогда с этим можно что-то сделать. Вот это важная тоже штука. Но есть ещё третья такая точка зрения, что действительно иногда, мне очень нравится такая идея, что не бывает плохих людей, бывает неправильно выбранная дистанция. Бывает, что, например, люди не могут жить на 50 квадратных метрах вместе, а когда они там живут, то, что называется там, сейчас, по-моему, это называется гостевой брак, когда они живут в портине, а в выходные встречаются с семьёй, со всей соединяются, что-то делают вместе, отдыхают, потом опять разъезжаются. И дети живут то тут, то тут. Эта модель, она достаточно новая по сравнению с традиционной семьёй, но, тем не менее, она тоже имеет право на существование, потому что люди находят какую-то такую дистанцию, при которой со всеми всё в порядке. То есть если, может быть, не решать вопрос, что готовить на завтрак, так, может, и не будет конфликтов. Или там бывает, что люди не сходятся. Например, мне очень нравится, моя коллега одна ввела такой смешной термин – свинарния. Ну, есть нарния, а есть свинарния. Но это в том смысле, что уровень допустимого беспорядка. Есть люди, которые совершенно не выносят беспорядок. Вообще у них хирургическая везде частота, всё такое, квадратно-гнездовое, развешено, подсвечено, всё стоит. И для них ужасный триггер, когда человек разбрасывает какие-нибудь свои тоски или каблуки, чтобы это не было гендерно окрашено. И так, и так может быть. А есть люди, у которых уровень свинарнии, ну, валяя, немытая посуда, стоит два дня, да и хрен с ней. И им в этом хорошо. Если первый человек будет терпеть до последнего ради любви, а потом по башке сковородкой даст за это, или там будет не удерживать, сам будет мыть и на всех орать. Какого хрена вы тут развели? Какой-то ужас вообще. Да, а есть два человека, которые отлично в этом живут, их не парят. Вот это может оказывать влияние, что на близкой дистанции вы с этим сталкиваетесь, на далёкой, вы можете вообще с этим никогда не столкнуться и замечательно существовать. Коснёмся ещё вот такого аспекта, который вы как раз упомянули, что про гнездо-то вонючее. Мне кажется, в острые моменты, которые нам именно как вызов бросают внешние обстоятельства, мы почему-то часто отрабатываем это на своём партнёре. То есть вместо того, чтобы сообразить, что дело в том, что тебе страшно, что ты не знаешь, что будет с будущим, что ты боишься за своих детей, что ты не понимаешь вообще, ни фиганёт ли там ядерная бомба. На секундочку, потому что об этом все так легко разговаривают, и ты думаешь, ничего себе, и ты не можешь заснуть. И вместо осознания этого ты прежде всего мутузишь своего партнёра. Почему так? Ну, ладно. Мне кажется, Юль, что это больше свойственно нашему с вами поколению. Мне кажется, что поколение 25… У них не так. Нет. Я сейчас скажу, почему. Это удивительно, кстати. Я хочу порассуждать об этом сейчас, может быть, даже в меньшей степени как психолог, в большей степени как человек. Это предположение такое. Я тут недавно летела в самолёте долго, а сзади меня два человека разговаривали, громко обсуждали. Я вообще каждый раз веселюсь, конечно, когда люди в самолёте обсуждают какие-то интимные вещи. Они думают, что они вдвоём, но там полно народа вообще-то вокруг. Я стала просто невольным свидетелем их разговора и поразилась. Мне прям стало интересно обернуться и на них посмотреть. Потому что они разговаривали примерно так. Ну, вот ты понимаешь, вот там такая ситуация. А что ты по этому поводу чувствуешь? «А ты к психотерапевту носил это?» «Ага, вот». Мне прям стало интересно, что же за люди такие, которые первый вопрос задают, что ты по этому поводу чувствуешь? Осознаёшь ли ты что-то там, что ты в той степени своей ответственности? Носил ли ты это к психотерапевту? У меня стало просто дико. А по голосу непонятно, какого возраста люди. Я обернулась и увидела, что это два очень молодых человека сидят. Да. Там было очень. И явно совершенно... Они, конечно, могли оказаться моими коллегами-психологами, но это необязательно. Я подумала, что мы наконец-то вырастили. Мы с вами вырастили то поколение, которое так мыслит. Это правда, я соглашусь с вами. Которое умеет то, чего не умели мы. Мы вообще не приучены к рефлексии. Вопрос, что ты чувствуешь, который любой нормальный психолог задаёт на сессиях, приводит в ступор человека 40+. Ну, 35 там на грани. Просто в смысле, что я чувствую? Отвратительно это? Нет, это оценка. А чувствуете вы что по этому поводу? Да, а что я ничего не чувствую? В смысле, да? Я постоянно тоже на тренингах, естественно, довожу людей до истерики вот этими вот вопросами. Вот этими дурацкими вопросами. А вы чего? Говорит, вы меня зачем до слёз довели? Они говорят, почему? Я просто спросила, что ты чувствуешь? И человек вдруг обнаружил ровно то, о чём вы говорите. Страх, неуверенность, какое-то жуткое предательство, ощущение. И человек от себя это всё время скрывает и проецирует. Но оно же не может никуда деться, поэтому оно называется проекцией. Проецирует на ближайший доступный экран. Почему на детях все срываются? Потому что это вообще интересно. Кстати, не обращали внимания, что проще всего сорваться на детях? Это ты обращала, но я думала, что это связано с тем, что он по определению младше, и ты можешь по авторитетам, ну типа ничего не будет. С мужем будет конфликт или с женой? Будет конфликт прямой. А тут он же... Мне кажется, не поэтому. А почему? Потому что будет как ничего не будет. Будет чувство вины потом жуткое, как я мог сорваться на ребёнка. Нет, не поэтому. У детей есть встроенная функция. Давайте я на котах объясню. На котах понять не будет. Необычный подход. Давайте на котах. Почему? Всё такое на кошечках сначала, а потом уже на животных. Вообще нет, это мы помним, ещё из Витсона на котах тренировался. Не подскажите, как пройти в библиотеку, как мы заваливали кота. На котах объясняю. Может быть, вы замечали, как делают коты. Если ты, значит, сидишь, пришёл домой. Собаки тоже так делают. Собаки, смотря какая у них степень дрессированности, а котов хрен-то надрессируешь вообще. Значит, ты приходишь домой и сел себе спокойно с планшетиком или там с телефончиком, залип. Что делает кот? Он уже пришёл, он уже потёрся тебе об ноги, а ты игнорируешь. Что он делает? Дальше он подходит и головой вот так тыдыш, вышибает у тебя из рук телефон. Ну, мой кот, по крайней мере, так точно делает регулярно. Вот, он говорит, минуточку, в смысле ты игнорируешь меня? Я уже здесь, я тебе принёс свою любовь в кои-то веки, наконец. Снизошёл до тебя. А ты тут, значит, ах ты, ну-ка, давай-ка быстро жизнь мне возвращай. Куда ты там свалил? Это очень интересно, потому что у взрослых есть такая привычка сваливать, что называется, состояние нигде, как мы его там на тренинге называем. Ну, когда я не здесь нахожусь. Вот когда человек в этой чёрной дыре, вот в телефоне, он прямо отсутствует, он перестаёт дышать, он перестаёт шевелиться, сидит в неудобной позе и не замечает этого, да, потому что он в нигду свалил, вот и всё. Что делают дети? Они не могут этого вынести, они не могут остаться в одиночестве при живых родителях. Для них это очень сложно. Причём дети любого возраста, кстати. Даже взрослые дети так иногда тоже делают. Для них ты лучше вот ори на меня, но будь живым, будь со мной. Потому что когда ты здесь, но без меня, почему вот это вот самое большое лукавство на тему разводов, что надо во что бы то ни стало сохранить брак во имя детей, а я говорю, что это не так, потому что это очень часто приводит к психосоматике или к заболеваниям тех самых детей. Мы наблюдали это и обсуждали с моим прекрасным товарищем, наверное, Николаем Николаевичем Митраковым, который заведующий реабилитационным отделением центра Димы Рогачёва. Это детский раковый центр. Мы обсуждали эту историю, что очень интересно на это смотреть со стороны, когда больные дети сплачивают семьи обратно. Ну, бывает, когда наоборот люди уходят, а бывает наоборот, что они вот из-за больного... Внуждены как бы, да. И они, собственно, проводили такое негласное исследование. Оказывалось, что вот когда родители были уже совсем на ножах или на грани развода, но продолжали жить вот в таком через губу общаясь, вот это всё. Нет, ну это, конечно, папа, но ты, типа, понимаешь. Нет, мы с ним не разговаривали. Вот это всё, то дети не могут жить. Они вестники жизни. Им очень важно жить в жизни, где есть любые эмоции, но есть. Чем где эмоции заморожены и нет. И поэтому дети буквально вот так вот дёргают за все нитки струн и говорят, ну сорвись ты хоть на меня, но не будь ты замороженным вот этим страшным снеговиком, я тебя умоляю, пожалуйста, мне это невыносимо. И ребёнок готов даже быть мишенью, на меня свой гнев весь, на меня свой страх, всё на меня провоцирует, я выдержу, я быстро забуду, всё, потом психоаналитику через 40 лет пойду, всё вылечу. Радца со своими проблемами. Да, там сделаем изменения личностной истории, в инопии всё переделал, но сейчас ты не имеешь права не жить. Вот это вот замри самое страшное для детей. И поэтому я говорю, вот эта эмоциональная ложь, когда мы делаем вид, что у нас всё в порядке, но дети чувствуют правду, они ещё слишком близки к котам. В психологии есть такой термин, double bind, двойные сообщения, когда у нас всё в порядке, вот эта фраза, всё в порядке, ага. И ребёнок получает одновременно сообщение, у нас всё в порядке, у нас ничего не в порядке. И у него начинается вот эта работа, он не понимает, чему верить, и он обучается там годам примерно к 15 верить словам и задвигать вот эту историю интуитивную свою. Ну, потому что. И потом начинаются вот эти как раз все, которые мы имеем во взрослом возрасте уже, на тему того, что действительно непонятно, что со мной происходит, я себе в этом ни за что не признаюсь. Поэтому меня так обрадовало, что вот эти молодые люди, им было лет по 20, которые обсуждали вот эту историю, что что ты чувствуешь, может тебе это отнести к своему психологу, да. И это означает, что они уже больше доверяют вот этой интуитивной истории. Но люди, которым 35+, частенько становятся на грань развода, именно потому что проще всего мутузить своего партнёра и говорить это ты виноват, условно говоря, в тех эмоциях, которые я испытываю. Да. Но мы же понимаем, что они разводятся не поэтому. Это просто, ну, как формальный повод. Потому что разводятся они из-за того, что, например, они женились вслепую, не глядя там на общие ценности. От того, что у них закончились совместные задачи. От того, что они не выяснили вопрос, кто в семье главный, в какой ситуации. Иерархия не прояснена. От того, что они всё время соревнуются. И вот эти русские народные танцы, кто кому, значит, кто у кого длиннее, они выясняют постоянно по любому поводу. Бац! А потом говорят, нет, дело вот в этом. Нет. Это всё накопительный эффект. Какой-то тоже как в пирожке в таком, знаете, в метро входило пять Олегов, а выходило ровно шесть. Последний, видимо, скопился за предыдущие года. Вот этот скопившийся Олег пришёл и всё разрушил внезапно почему-то. Ещё одна тема, очень болезненная, и она, наверное, ещё не до конца в обществе окончательно проявившаяся, но она назревает. И связана она вот с чем. Мы знаем о довольно большом количестве молодых людей, мужчин, которые уехали из России. Мы знаем, что они уезжали, и частенько их сопровождали их жёны, которые всеми возможными способами помогали приобретать билеты. А потом мы читали историю о том, что эти женщины с грудными детьми на руках как-то на перекладных потом возвращались обратно в Москву, Петербург или в какие-то другие крупные города России. И сейчас эти семьи разлучены, и есть некое какое-то ощущение того, что ну вот скоро всё закончится, как бы и... Есть даже термин «жёны сентябристов». Да-да-да, «во-во», «жёны сентябристов». И знаете, какая любопытная вещь. Вообще-то эта история, если обращаться в ней и смотреть на неё фундаментально с точки зрения мужской и женской, она вообще какая-то очень странная. потому что если отринуть все-все-все обстоятельства, то вообще-то мужчина, он для того, чтобы защищать, правильно? Как бы, ну, фундаментально. Женщина для того, чтобы сохранять очаг. И вот это нарушение вот этих фундаментальных ценностей, при том, при всём, что эти люди совершают некое... Ну, как бы, они оба давали согласие на этот исход. И женщина подтверждала, что да, всё делаем правильно. Я не могу не отметить. Я говорю, что мне кажется, это только назревающая ещё проблема. Но я её вижу уже. Там много будет впереди ещё. Что эти женщины сейчас испытывают какой-то чудовищный когнитивный диссонанс, я бы сказала. В смысле того, что им это глубинно не нравится. Это какая-то история ужасная для семьи. Ну, наверное, здесь дело вот в чём. Когда вы говорите, что это нарушает там устои и так далее, вернусь к тому, с чего я начала. Устои нарушены сильно раньше. Сейчас принципы семьи уже совсем другие вообще. Есть семьи, где жена получает больше мужа. Есть семьи, где папа сидит с детьми, жена где-то ещё, где кто-то работает дома, тот и варит обед. Сейчас это вообще уже давно размыто. Давно. Это первое. Поэтому здесь устои начали съезжать раньше. И я бы сказала, что семьи с более свободными устоями как раз способны на большую вариативность. Вот что я скажу. И вот это вот в рамках вариативности, то, что вы рассказываете сейчас. Это просто вариация, как это можно сделать. Второе. Вопрос смыслов. Очень важно мне донести до вас, товарищей, как это до всех, одну очень важную идею, смысл образующую, на мой взгляд, что смысл формируется людьми. Нет никакого объективного, единственно правильного смысла и быть не может. И это как раз ответственность человека, этот смысл придать. И ответственность семьи договориться о том, чтобы смысл был единый. И тогда не надо будет ничего выдумывать. И есть семьи, которые договорились, что именно таким ходом мужчина защищает свою семью. Но есть семьи, в которых женщина, которая возвращается с двумя детьми обратно... Защищает. Нет, подождите. Возвращаясь... Я сейчас хочу сказать, как вступают в противоречие. Идея, и ощущение, и чувство. Она едет с одним смыслом, а возвращаясь обратно с двумя детьми под мышкой... У меня конкретный пример просто есть такой, поэтому я знаю, о чём я говорю. Я просто не знаю, поэтому... Я просто рассказываю, и что с этим делать. Я понимаю, какая это огромная угроза. И как это вообще проявляет совершенно другие... Другие вызовы нам бросает. Возвращаясь обратно с двумя детьми, по мере того, как она испытывает огромное количество сложностей, просто добираясь до дома, и понимая, что она должна теперь здесь одна обосноваться и защищать своих детей, налаживать эту жизнь, быть для них опорой, быть опорой для родителей своих и для родителей своего мужа, которые тоже остались... Мне кажется, перекос уже здесь случился. Возможно. Но смотрите, и даже немножко ещё, может быть, даже и денег послать. И вдруг вот в эту секунду, потому что всё уже во имя спасения... Она, по идее, должна уже упасть носом в пол и получить инсульт, как один вариант. Второй вариант – поймать себя на пути и поднять, сказать, да какого хрена, правильно? Вот именно так. Вот там вдруг рождается... Вдруг. Совершенно другой смысл, понимаете? Я понимаю, потому что перекос раньше. Про себя она говорит, ну, это не очень отношение мужчины и женщины. Это не очень про то, что... Да тут даже... Я всё понимаю, говорит она, сама себе. Да. Но. 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 Минуточку. А кто же будет думать обо мне? Ну, логичный вопрос. Ведь есть же и я. Ведь это же наша общая ответственность. Ведь жизнь-то продолжается. Её же нельзя переждать и сказать, это за секунду трудное время. Ну и смотрите, Юль, я же о чём и говорю, что это вот самая частая история вообще в любых разводах, во все времена. Самое смешное, дурацкое и опасное – это слово «вдруг». Это прям как у Вишневского. О, как внезапно кончился диван, да? Вот это одно случайно. Да, отлично. Внезапно. Ничто не... Зима каждый раз наступает у нас внезапно. А вы что хотите сказать? Она должна была это почувствовать заранее? Как бы они должны были это всё проговорить заранее? Ну, смотрите. Значит, если она вот это вот всё сделала, взяла на себя полностью всю эту ответственность, а он ей позволил полностью всю эту ответственность на себя взять, я подозреваю, что это было нормально в их отношениях и до этого. Обидно, да? Хочется, конечно, что вдруг... Но чёрт. Просто сейчас это стало очень явно, и из-за того, что нагрузка стала в 10 раз больше, она вдруг обнаружила, что... И вот тут вопрос что? Хочется, конечно, сказать, что все мужики козлы, и всё такое. Но нет. Не это я сейчас скажу. А что вы скажете? Скажу, что она... Контрол-фрик. Что она в семье главная. Почему я сказала, что если вопрос иерархии не прояснён, обязательно он вылезет. Обязательно. То она главная. Она привыкла всё решать и всё контролировать. Возможно, она даже за это боролась и, возможно, отвоевала себе всю эту территорию контроля. Тем более контроля за его родителями. Это вообще особенно интересная история по поводу заботы о них. Да? Я знаю огромное количество разных примеров в этой же самой ситуации, где мужчина зарабатывает деньги, продолжает это делать, и, соответственно, решает все эти вопросы за счёт денег. То есть за счёт няни, за счёт много служб доставки и кучи ещё всего. Понятно, что это не заменит общение, хотя он умудряется по онлайну ещё общаться с собственными родителями. Ради бога. Я знаю такие семьи. Я знаю семьи, где мужчина, уезжая, организует всё для того, чтобы его семья приехала к нему. Он говорит, ничего, через два... Я говорю вам точно, через два месяца я найду нам жильё, и мы все переедем туда. И договариваются, куда. И вот это очень важная вещь. Когда женщина берёт на себя главную мужскую функцию, получается, как в стишке-пирожке. Не так страшны стальные яйца, как то, что выросли они у хрупкой девушки Оксаны от страшных жизненных невзгод. И любая женщина в этой ситуации должна себе задать вопрос, готова ли я отстёгивать стальные яйца, или они уже стали частью меня. Потому что здесь вопрос не только в том, что я сейчас всё за всех решу, а я вообще допускаю мысль, что рядом со мной взрослый человек, который в состоянии решать вопросы. А я ему вообще эти вопросы ставлю, а я вообще говорю, слушай, дорогой, значит, мне не важно, где ты сейчас живёшь, мне важно, чтобы там к 30-му числу, значит, у меня были деньги вот на это, там у твоих родителей, мама сказала, что ей надо поменять шкаф. Что мы будем с тобой с этим делать, милый? Вопрос. Это вообще, если человек, если мужчине задавать вопросы, вы не поверите, какие у него внезапные ресурсы открываются. Я точно вам говорю. Обычно женщины же как говорят? Твоей маме нужен шкаф, поэтому смотри, я вот, значит, на сайте посмотрела, ну, ты, 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 с тебя 150 тысяч. Он говорит, да пошла ты, совсем уже, всё. А правильное здесь поведение такое, твоей маме нужен шкаф. Что мы будем с этим делать? Пауза после этого должна быть долгая, потому что нужно время для ответа и дать понять, что ответ вообще-то тебя интересует. Вот это называется договариваться. В любое время. И тогда будет меньше вдруг. Меньше вдруг будет, если мы ещё все будем задавать вот эти вопросы, а что я по этому поводу чувствую, что вообще со мной происходит, чего я хочу, и вообще кто рядом со мной, кто этот человек, зачем он тут вообще? Это очень интересные вопросы иногда. Потому что иногда бывает, ну, как-то вот лет 20 назад приблудился, так и живёт тут. Как-то так. Потом вдруг выясняется, что у него вообще какие-то взгляды не те. А до этого удобный котик такой был, приходил, мурчал. Давайте попробуем дать какие-то конкретные рекомендации, поскольку я и начала с того, что всё-таки это очень актуализировалось тема развода. А значит, людям надо как-то с этим справляться. С чем именно? С последствиями развода. Конечно. Это уже другой вопрос, сейчас скажу. Последствия развода всегда три очень важных аспекта надо затронуть. Первое. Это что надо сделать? Перестать себя жалеть немедленно. Ну, то есть очень важно отплакать, очень важно там отгоревать, там вот это всё. Можно даже напиться с друзьями или с подругами, там написать. Есть такая практика хапонапона, она называется. Ого, я пьюри. Вы нарратив узнали, а для меня хапонапона. Хапонапона, да. Можно погуглить. Это такое письмо, письмо, которое надо написать и никогда не отправлять. Кому? Ну, своему человеку, с которым ты разговариваешься, бывшему мужу или бывшей жене. Бывшей жене написать, но не отправлять. Да, я благодарю тебя за то, что я там злюсь на тебя за то, что я жалею о том, что... То есть прямо вот там куча вопросов, найдите, погуглите, там я не возьму сейчас. Погуглите? Так. Не возьму сейчас, я просто не помню. Ух ты, но оно суть... А смысл её в чём? А смысл ровно в том, чтобы актуализировать вот это всё, что я сожалею, что я там злюсь, что я о чём-то мечтаю, что были хорошие моменты. Вот это всё выражено, но почему важно это не отправлять? Потому что это нужно не ему, это нужно мне. Это нужно, чтобы я внутри себя эту битву закончил. Да? Ну, то есть вот эту эмоциональную, по крайней мере, себе признала, что со мной происходит. Это первое. И перестать себя жалеть для того, чтобы ответить себе на вопрос, ну, понять, что это моя ответственность, это моя жизнь. Никаких... Это моё решение. Да, моё решение. Да, никаких вдруг нету. Если это не моё решение, я продолжаю биться за то, чтобы семью вернуть назад. Если это не моё решение, и бывает такое, когда нет, и там человек настаивает, и у него это получается такими способами, сякими способами, но он говорит, нет, я тебя не отпускал. Никуда. И мне вот важно. То есть, ну, бороться за сердце любимого человека тоже такое есть. А, соответственно, есть третье. Здесь вот это вот, когда перестать себя жалеть, понять, что это моя ответственность и моё решение. И вот что ещё здесь происходит, что в этот момент тогда я могу понять, так и жизнь моя, и чего я хочу? Поставить себе цель. Вот сейчас, вот что я сейчас из себя представляю, и чего я хочу в будущем для себя? Какой жизни я хочу? Через пять лет, через год. Может быть, сейчас я полная развалина в руинах, а хочу... И вот это очень интересный момент, который сейчас, я могу опять с другой стороны зайду. Недавно у меня был прямой эфир, мне там задали такой вопрос. Вот, там после стольких лет меня уволили с работы, почему? Я говорю, а вам не кажется, что гораздо полезнее вопрос не почему, а для чего? В смысле? Ну почему это вот причина? А для чего у вас освободилось это пространство? Может быть, вселенские? Она говорит, вселенские непонятно, вселенные, почему она так поступила? Может быть, она для чего? Может быть, вы всегда хотели другой работой заняться? Может быть, для того, чтобы вы с детьми больше времени провели, чтобы вы действительно переехали в теплые края? Человек говорит, да, блин, точно. Я же точно давно уже загадывала такие желания, вот на тебе, пожалуйста. Так и здесь. Для чего освободилось сейчас это пространство? Знаете, сейчас, Таня, попробую задать ужасно провокационный и жесткий вопрос, но тем не менее, поскольку мы разговариваем с вами... Жесткий, пусть будет. А знаете, почему жесткий? Потому что есть такое ощущение, что все вот это отлично для жизни, в которой мы жили на протяжении долгого-долгого времени, а в той жизни, в которой мы живем прямо сейчас... А чего же тут? Сейчас объясню. Сейчас объясню. Вот финальная часть этого третьего, чего я хочу для себя, а потом, какую я вижу свою перспективу. Мне кажется, сегодня это вообще, это всегда для человека очень страшный вопрос, очень часто страшный вопрос, потому что сформулировать образ будущего для многих огромная сложность. и самый большой страх ответить себе на вопрос, как бы, а что со мной там в будущем, потому что это вот территория тотальной неизвестности, и мы не умеем туда поставить какую-то точку. Но сегодня это в 10 раз сложнее, если не невозможнее. Вы меня пугаете, а я и хитро улыбаюсь. Да, вы хитро улыбаете, мне это нравится, мне нравится это наше с вами противостояние, я вам набрасываю кошмаров, а вы мне, значит, в ответ ехитро улыбаетесь. Но правда, то есть, мне кажется, сегодня человек может почувствовать себя как-то глобально раздавленным, потому что и мало того, что, так сказать, условно говоря, какая-то семейная жизнь не удалась, и всё рассыпалось, и кто-то вложил в это 20 лет, а кто-то в это 5 лет, а кто-то 3 месяца. Но всё равно это больно. Так он ещё и не видит этого образа будущего, потому что мы сегодня все балансируем на том, что а есть ли оно вообще у нас у всех, это будущее, и вообще неизвестно. И тогда получается, что ты раздавлен совсем тотально. Тут всё просто ведь на самом деле. Я люблю так отвечать. Давайте, мне нравится. Когда просто хорошо, чего уж. Ну, смотрите, давайте начнём с конца раскручивать вашу всю эту пирамиду. С конца, когда вообще неизвестно, будем ли мы вообще, то как... Олег проснулся среди ночи и понял, смысла жизни нет. Я сразу стала вдруг спокойной, даже как-то хорошо. Ну, если уже правда, вот прям настолько всё плохо, что вот прям действительно нас не будет уже там послезавтра, то какой бы образ будущего я себе не придумал, совершенно не важно уже, правда? Поэтому лучше, чтобы он у меня был, чем если его не будет, и я буду в ужасе каждый день. То-то ещё не наступило. Можно приблизить уже и жить как это... Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, да, такая есть поговорка. Да, есть такая хорошая. Ну вот можно уже каждый день себе сделать ужасным, начиная думать о том, что всё будет плохо, а можно жить этот день, имея нарратив, что-то значит, имея смысл какой-то. И это твоё дело. Но я опять вас туда же отправлю, к прекрасным книгам Фрома, которые всё время об этом... У него вообще главная идея «Человек в поисках смысла», и что даже в концлагере у него там очень об этом много написано, что даже там именно люди, у которых смысл был, они совершенно иначе себя вели. Вот. Поэтому... Совершенно иначе выживали. Да, и выживали, и по-другому себя чувствовали. И то, о чём мы с вами говорим, никак не противоречит друг другу. Вообще, сейчас поясню, почему. Потому что, конечно же, опираться на внешние признаки, на внешние признаки успеха, счастливой жизни, оно и тогда-то было бессмысленно, но тогда казалось, что это нормально. А сейчас вот, когда в другую... Тогда было можно. Ну, как сказать? Да, внешние опоры сейчас посыпались, говоришь, а, не на что опираться. Да всё потому, что нет внешних опор, не было никогда. Вот такая засада. То есть так же надломилось верхнее этого. Да нет. Корочка, и мы посмотрели внутрь, и обнаружили, что и не было, не было, не было никогда. Конечно. Потому что, ну, мой там, дед мой, я его при жизни не застала, потому что он был бабушке старше на 25 лет, и вообще, соответственно, там, но мне про него достались его истории, и вот мама рассказывала, что у него была такая... Он сам не сидел, но очень много людей там рядом с ним это делало, и он говорит, тебе принадлежит только то, что у тебя при обыске невозможно отнять. Ну, это, извините, вот поколение после 37-го, возможно, эта логика сейчас опять возвращается в силу. То, что ты можешь взять с собой везде, это ты. Твои знания, умения, навыки, твои, чувства твои, опыт твой, близкие люди, опять же, то, как ты умеешь их любить, нести с собой, заботиться, принимать заботу, всё, больше ничего нет у тебя. Всё остальное, оно, конечно, у тебя есть, но всё это временно, это надо понимать. Вот. И это очень интересный момент, потому что как раз, когда я сказала, никакого противоречия нет, после развода надо именно этот вопрос себе задать, кем я хочу быть, какой образ меня, какой образ жизни мой, я хочу. И это очень важно, потому что, возможно, там развалилась семья, и я привыкла всю жизнь. У меня, кстати, я проходила через это, у меня такой был очень серьёзный, суровый очень был развод у меня в 2010 году, после которого я выгребалась, прям целенаправленно выгребала и выгребала и выгребала, конечно. Но я прям так и говорила, хорошо. То есть, кажется, вот та модель жены, в которой я была, она мне не нравится. Кем я хочу быть сейчас? Я что, хочу срочно замуж? Нет, не хочу. Я хочу понять, кто я. Я хочу собрать себя обратно по кускам, потому что я была совершенно вся вообще в хлам. У меня, наверное, с четырёх опор, там, ну, как табуретка, там, на четырёх ногах, да, у меня три было выбито, я на одной там балансировала как-то. И я говорю, ях, мне очень важно вернуть себе себя. И мне очень важно вернуть себя себе с точки зрения того, что я хочу твёрдо стоять на ногах в плане того, что я хочу быть, ну, собственным кормильцем, кормильцем своей семьи. Это не значит, что я против, если какой-то сейчас мужчина придёт, скажет, давайте там, я буду... Да ради бога. Всё-таки возьму на себя ответственность. Да ради бога, пожалуйста. Я даже готова не работать. То есть, о боже, у меня уже достаточно там, я уже достаточно там опытный в этом смысле писатель, могу жить на пассивный доход в каком-то смысле. И это тоже для меня важно, что у меня это есть. То есть, как раз те самые ценности. Что у меня должно быть, чтобы я понимала, что я — это я, и какой я хочу быть. И это для меня было важно, то, что ты должна быть женщиной, хочу себя чувствовать. И что это для меня значит. И я найду себе... Это тоже удивительно. Бабушка рассказывала, что во время войны были такие женщины, которые чувствовали себя женщинами и продолжали это в гимнастёрке. У неё помада была всегда. Это потрясающе. Она её где-то находила каждый раз. Не бабушка, она рассказывала про свою подругу. Такая была Файна Браун. Вот у неё была всегда с собой помада. Причём она у неё была до 90 лет, между прочим, с собой всегда. Ну так уж если она женщина, так она ей оставалась во всех обстоятельствах. И это для неё это значило. Сейчас женщина может быть очень по-разному. То есть это не обязательно, что должно быть так у всех, но для неё это значило это. Поэтому что-то неизменное, что останется с тобой, вот и всё, что останется после меня. То, что пел Шевчук, я говорю, не после меня, а вот и всё, что возьму я с собой. Вот это вот важная история. Что я возьму с собой в новую жизнь? И вот этот вопрос, он не такой простой, как кажется, но он дико интересный, когда у тебя жизнь обретает смысл из руин. Когда ты начинаешь смотреть на других и думаешь, хорошо, а я хочу прямо референсы себе набрать, образцы, то бишь, если на русский язык, образцы. Вот хочу, вот как вот в этих отношениях. Это очень красиво было в фильме, о чём говорят мужчины, как он заканчивается. Когда там дедушка, тогда пожилая пара купается в море, и он её там, по-моему, полотенцем накрывает, или халат, что-то, я не помню. Но какая-то вот эта сцена, что он так о ней заботится, они так все... Да, вот так хочу. Или наоборот, фу, есть люди, которые говорят, какая-то пошлядь, вообще так точно не хочу. Нет, мне этого не надо. Да я хочу вполне себе своей территории, наоборот, самостоятельности. И дальше люди из руин делают своё будущее. То есть так я понимаю, что надо как в настоящем внешний контур не имеет значения, так и в будущем, которое ты просматриваешь. Именно об этом я и говорю. Надо просматривать не внешний контур, которого ты боишься, что он не состоится, потому что всё провалится. Поэтому сейчас, наоборот, как ни странно, для этого самое подходящее время для личностного развития, потому что ты понимаешь, что снаружи-то опоры шатки, и кроме тебя у тебя никого особо не остаётся. Иначе собой надо заниматься. Первое – это перестать себя жалеть, второе – это, собственно, как раз вот эти уроки извлечь, третье – понять, куда я хочу идти. И вот только здесь начинается этап, когда имеет смысл отнести себя на терапию и вложиться… Психологу. Да, психологу или психотерапевту или к анэоперу и вложиться вот во что. В то, чтобы старые якоря перестали тебя триггерить и работать. Потому что дальше начинается вот какое пространство. В идеале вообще себя бы лучше на первые недели три или на месяц вообще куда-нибудь перенести. Да, в другое место. Потому что старые места тебя очень… Да, потому что старые места… Вот здесь мы ходили вместе, вот эту чашку он мне подарил. Да, есть люди, которые специально бьют всю эту посуду, там, отдают все вещи куда-нибудь, перекрашивают стены. Это понятно почему. Ровно потому, что абсолютно любая мелочь, она тебе напоминает про то, что было. И если для тебя это травматично, то ты там начинаешь по любому поводу рыдать. Так, отъезд – отлично, я поняла. Например, взял отпуск и… Да, ремонт, опять же, отлично. И там ремонт – такая сложная штука. Загружает мозги, и там начинаешь думать, считать. Ну, отличный процесс. Это очень частая тоже история. Но если нет такой, опять же, возможности, все равно надо отнести себя туда для того, чтобы перепрошить вот эти программы, чтобы тебя не дергало. А второе, чтобы, соответственно, те ошибки, которые там были, они, скорее всего, были с твоей стороны какие-то, чтобы ты их уже как-то… Работа над ошибками сделал, да, и научился по-другому реагировать, чтобы у тебя другие варианты решения появились. И тогда да. А НЛП, чем оно помогает? И оно, так сказать, возможно ли как-то его в аутотренинге применить? Возможно, конечно. Это же мое любимое направление, потому что оно, во-первых, очень инженерное. А я же, видите, человек-то не сильно… Я очень романтичная натура, но в плане профессии мне важно, чтобы измеримые какие-то были результаты, понятные, чёткие. А НЛП, собственно, за что я люблю? Я люблю за то, что там очень простые механизмы, которые настолько простые, что даже кажется, что не может быть, чтобы это работало, а оно работает. И я за это люблю, что они очень простые и управляемые. Я ехала себе спокойно за рулём куда-то, и у меня стоял мой сборник песен, рандомный выбор, и заиграла вдруг та самая песня. Знаете, бывает та самая… И всё. И у меня… Да, и у меня прям вот сразу… Нет, у меня, слава богу, ножа в сердце не было, а у меня перед глазами, значит, мой любимый, значит, бывший, который танцует там так красиво под эту песню, я ему говорю, ты же из моей головы что тут танцуешь, вообще нефиг, уходи, я должна о другом думать. А он говорит, что это я тут из твоей головы, где хочу, там и танцую. И я про себя думаю, ну, можно пойти вот по тому способу, пойти перепрограммировать, чтобы достать, но некогда, я за рулём еду. А песня играет сейчас, могу прямо сейчас разреветься, а мне прям тренинг вести через 10 минут, вообще не вариант. Значит, ну, я же инелпер, поэтому у инелперов чувство юмора ещё есть прекрасное, поэтому я говорю, ага, хорошо. Значит, я не могу тебя извлечь из своей головы, что я могу сделать, как я могу перейкорить эту ситуацию прямо сейчас. А у меня есть такая подруга, очень яркая личность, такая режиссёр, актриса Аня Зарянкина, она одевается в такие яркие одежды. Вот, и говорю, а я сейчас тогда, раз ты тут танцуешь, из моей головы не выходишь, я сейчас туда Зарянкину запущу, и запустила, чтобы она танцевала рядом с ним. Мультик снимаю такой в голове у себя, воображение. Ну, хорошо, одной Зарянкины мало, 10 Зарянкиных в разных костюмах у меня там будут танцевать. И вот у меня там, значит, любимый танцует, значит, мой бывший, и 10 Зарянкиных, которые гораздо ярче, больше его занимают всё это пространство, и он там среди них теряется, я его уже не вижу, я начинаю просто ржать. И дальше эта песня о удивительной магии чуда, она у меня вызывает теперь, если мне её поставить. Кохот. Да, потому что она перейкорилась. Да, потому что я понимаю, что это моё воображение, что можно пойти на эту кнопку нажали, можно на этом лифте уехать в прошлое, а можно сделать что-то с настоящим. Это таких вот, это вот сейчас просто мизерные такие приёмы, там гораздо больше, конечно. Потому что фишка ТНОП в том, что она делает инженерные мозги. Что я понимаю, что в любой ситуации, что я понимаю, что если что-то от меня зависит, я знаю, что и знаю, как это поменять. Минимумом тремя способами, а лучше даже пятью. Ну вот эти самые простые, которые не залезая во всю, как это, там, законы термодинамики и не объясняя, просто вот можно брать и применять, что то, что у тебя в голове с воображением происходит, ну вот, Юля, вы засмеялись, сижу, смотрю, потому что действительно можно в воображении дорисовывать любые мультики. Потому что я думаю, что очень многие женщины на самом деле предпочитают пойти по этой дороге, потому что на самом деле любят страдануть и пожалеть себя. Да, у этого даже специальный термин, который мы, наверное, вряд ли можем сейчас произнести, но не просто страдания, а вот прям специальные страдания. Специальные. Мы все знаем, как они называются. Да, да, мы все знаем. Одна прям барышня так и заявила, там вот даже на тренинге, она что-то там куда-то ушла, мы такие, ну давай, что вы, как тем помыть, не мешайте мне вот так страдать, сказала она, я это люблю. Ну хорошо, хорошо, пожалуйста, если тебе это важно. То есть если ты это выбираешь, то тогда ты будешь идти по этой дороге. Ну тогда уж, как сказал бы мой любимый Димчок, получи от этого удовольствие, сделай так красиво уж страдать, так страдать уж, чтобы напиши, по крайней мере, песню какую-нибудь об этом там, нарисуй картину, за злостью передвинь мебель, как минимум. Чего просто так страдать? Вот ещё про наше же время, вот что в нём ещё любопытно, одновременно с тем, что случаются такие вдруг разломы отношений, даже те, которые казались ещё не так давно очень надёжными и крепкими, есть ещё один вызов, что также мгновенно завязываются отношения до того, что есть некое, вот это, видимо, предощущение конца, и вот оно подвигает людей, ну, мы знаем, что среди молодых людей есть огромное количество заключённых браков, просто вот именно тоже в сентябре, как есть жёны сентябристов, так есть и те, кто пошёл в сентябре просто заключать, или в марте пошли сразу же жениться, 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 те отношения как бы зафиксировать, но есть и просто тоже удивительные истории, которые я наблюдаю, как вот, не знаю, месяц назад случился развод, и уже через месяц встретилась просто любовь всей моей жизни, уже через вполне взрослой женщины, которая, ну, казалось бы, в другое время, я бы не могла в это поверить, что так мгновенно будет обнулён предыдущий опыт, и вот что хочу узнать, насколько надёжны эти отношения. Вот, ну, в целом, именно те, которые на таком остроте заключаются эти браки. Ну, давайте, хорошо, ладно, я инженер, ведь зануда жуткая. Вот два типа есть. Первое, почему они именно заключаются, потому что понятно, что в такое время бумага начинает опять решать многое. Ну, правда. Ну, хорошо, давайте я вам опять расскажу про другое время. Другое время, реальная, абсолютно история, жуткая, совершенно чудовищная. Знаете, напугаю я вас теперь. Давайте, а ну-ка, попробуйте. Вы меня пугаете страшно. Жуткая была история. Произошла, значит, с моей прекрасной однокурсницей. Она встречалась с мужчиной, он был её старше, он был вроде даже женат, но собирался разводиться, но что-то никак не мог развестись по вопросам каких-то бизнеса. Им это не мешало, они жили вдвоём, у него была квартира, он им купил квартиру, они жили в этой квартире, у них было двое прекрасных детей, всё было прекрасно, никто не мешал, ну, ни в браке, ни в браке. Ну, он был женат и женат. Замечательно. Ну, и как бы никому не мешало это вообще. До тех пор, пока он случайно в один миг не погиб, его просто сбила машина. Вот он с собакой утром вышел гулять, сбила машина насмерть. А дальше началось самое интересное, потому что дальше приехала его жена, поменяла все замки. Я тут сказала вообще, ты вообще кто? Её никуда не пустили, даже на похороны. А вот так, скажет, ты кто? Дети? А мы ничего не знаем об этом. Ну, доказывай в суде, всё, пошла вон. И это вот, она потом ходила с вот такими глазами, сказала, мне кажется, я знаю, зачем нужно свидетельство о браке, чтобы меня пустили на похороны мужа. Вот это вот свидетельство о браке даёт возможность посетить человека в больнице, например, в реанимации или нет. Там имущество, дети, куча, какие вопросы я могу решать. Вот. Поэтому огромное количество людей вдруг осознало, что они живут в государстве, оказывается. И у государства есть много ситуаций, в которых нужны какие-то бумаги, оказывается. Ох ты ж! Надо срочно бумагу получить, а то так-то мы так мило живём, как Адам и Ева в раю. А тут вдруг бац, и рай закончился. Это первое. И тогда это никакого отношения не имеет к качеству браков. То есть, возможно, люди и до этого… Уже прожили сто лет. Уже прожили. Ну, сто лет или сколько-то, но просто это решение зафиксировать отношения на уровне государственной регистрации и таким образом стать видимыми для государства. То есть, это статус официальный, который в таких условиях, как сейчас, а часть народу развелось ровно для того, чтобы этот статус не иметь отношения, а то мало ли там, ну, как бы, сами понимаете. И это вообще никакого отношения не имеет к тому, что между людьми… Я, конечно, я свои вопросы задаю не про эти случаи. А я их тоже подсвечиваю, нельзя о них молчать. Потому что, опять же, вот этот романтизм, он забывается, что вообще-то, ну, документы, они не просто формальность, это… Имеет значение. Да, для принятия решений определённых тоже. Вот. А вторая история, она, значит, вот о чём. Здесь есть две вещи. Первая, чисто физиологически-биологическая. Есть такой абсолютно рудиментарный, или, как сказать, атовизм, не знаю. В общем, короче, мы же биологические существа, у животных есть эта история, когда они, значит, понимают, что у всех животных практически, и у растений, кстати, что близок к конец, у них как-то страсть к размножению прям надо срочно. Я помню, меня потрясло, извините, что вы вставлюсь, но у меня потряс этот пример. У меня была приятница, которая потрясающая, знаете, зелёный палец, то, что называют, вот она, чтобы не сажала, у неё всё росло, пустилось, всходы везде, плоды невероятные. И она мне рассказала, что яблоня, если она не плодоносит, ей надо привязать ветки вниз. Я говорю, зачем? Она говорит, она подумает, что она умирает, потому что у неё ветки опыли, и она начнёт страшно... Последний шанс у неё. И она начнёт бешено плодоносить. Вот. И я подумала, вот это охот. Мы, конечно, не яблони, но близко. Да, но близко. Такое тоже вполне может быть. Вот как один из вариантов. Ну, по крайней мере, ничего не мешает думать об этом. Я не знаю, насколько это доказательно, то, что мы говорим. Но как вы же спрашиваете, тоже так умозрительно. Я так вот, как один из вариантов. А второй вариант такой, что такой бостешок, пирожок накануне 12-го года. Кто не познал интимно женщин, а уж тем более мужчин, грядёт 2012. Куда откладывать? Алё! То есть, когда вдруг люди понимают, что завтра может и не быть... Нам надо сказать, в 2012 мы ожидали конца света просто. Может, может, какое-то поколение не в курсе, или кто-то пропустил эту информацию или забыл. Ну, в общем, короче, если человек вдруг понимает, что это... Подождите, вы хотите сказать, что я вообще не пойму, как вообще это жить? Я всё время боялась. А вдруг будет как-то... А что люди скажут? Да пошли они все уже в конце концов. Пусть говорят, что хотят, я хоть поживу. Лучше, как говорится, жалеть о том, что ты сделал, чем всю жизнь мучиться от того, что могло бы быть. Тогда теоретически, вот как вы рассказываете, такие отношения должны быть очень как раз крепкими, потому что они какие-то очень искренние. Или нет? Они могут быть, как и любые отношения, абсолютно любыми. Вот что я вам скажу и развею опять какую-нибудь красивую концепцию. Они могут быть очень крепкие, если они на ценностях. Они могут быть опять полны проекций и иллюзий, и тогда будет опять разрушение прекрасных идеалов. Я-то думала, что хоть тут, а ты опять оказалась или оказался, как они все. Если у меня внутри гнездо воняет, то ничего не изменилось-то. Ну ничего должно. Если я с этим ничего не делала, почему оно должно измениться-то? Почему я и говорю, после каждых отношений прямо отлично сходить на терапию и понять, так-так-так, следующую версию реальности давайте загрузим с изменениями. Как, знаете, уходят новые обновления, да, у компьютера или у телефона. Вот так. Сейчас надо, чтобы вышли новые обновления меня. В новых обновлениях вот такое, да, такое точно нет. Потому что после каждых отношений, вот что, я не договорю, я думаю, что-то я не досказала. Там третья-то была часть. Это была вторая проформулирование того, чего я хочу. А третья там очень важная такая инструкция по пользованию мной составляется. Потому что из этих отношений мы поняли следующее. Это после развода вы имеете в виду третье, да? Да, вот это, вот это, вот это, вот это, мне нравится, вот так я хочу. Вот такие настройки реальности сохранить. А вот так со мной нельзя. То, что сейчас модное слово психологии, свои границы. А вот это вот мои границы. Вот этого я не допущу. Ну, условно говоря, там не работать три месяца, ты ещё можешь рядом со мной, а четыре уже всё. То есть, если там после этих разных разговоров ты мне продолжаешь там что-то заливать, нет, я уйду. И я уйду по-настоящему, или там ты уйдёшь, потому что я тебя выгоню. Да не так, в смысле, я каждый раз грожусь, вот. Даже я знаю огромное количество пар, которые живёт так 20 лет, когда она каждый раз говорит, ещё раз напьёшься, я выгоню тебя нафиг. 20 лет они так живут. И он говорит, да, мне так страшно. О, боже, нет. Только нет. 20 лет. Это такая игра уже. Конечно. А вот когда я говорю про инструкцию по пользованию мной, это когда это значит, что нет, точно значит нет. Что такого было невыносимого для меня? Как со мной нельзя? Если я про себя знаю, как со мной можно, а как со мной нельзя, то мне гораздо проще дальше отношения какие-то выстраивать, искать, и, соответственно, сразу об этом словами через рост заявлять. Мне кажется, сегодня и сейчас это время выдвинуло ещё одну идею, ещё один страх, возможно, актуализировал, что с этой реальностью в одиночку уж точно не справиться, и поэтому надо терпеть. Мне опять, я же говорю, поганый Нелпер, что ж такое-то? Мне структурно хочется опять эту на две части разложить. Первое. В одиночку с этой реальностью не справиться раз, надо терпеть два. Значит, потому что сама по себе первая фраза и вторая хорошая. А вот эта связка поэтому мне всё портит. Значит, первое. Если человек понимает, в одиночку с этим не справиться, то дальше из этого что следует? То значит, мне надо найти себе сообщество или человека, или мне надо понять, а как справиться тогда? Что мне надо, чтобы справиться? И не надо быть в одиночке-то тогда. Я, например, знаю историю, совершенно вы про свою знакомую реальную рассказываете. Я могу про свою реальную знакомую рассказать, когда две, оставшиеся вот как раз в одиночестве, две женщины с детьми просто сняли совместно четырёхкомнатную квартиру и живут вместе. Они традиционные, скажем, ориентации у них там, мужья где-то там. Они сказали, что мне в одиночку с этим не справиться. Сняли квартиру вдвоём, работают через день. То есть у них детский сад, условно говоря, в квартире? Они решили, что им так проще вести совместное хозяйство. Но они по-разному работают. Через день, это я сказала условно, там не совсем так. Но у них разная работа, это позволяет. Они вместе просто им так удобнее. Они общежитие создали такое. А отличный выбор, если человек понимает, что мне в одиночку не справиться, а надо понять, что мне нужно, чтобы справляться. И они посмотрели друг на друга, сказали, у нас совместное хозяйство, совместные деньги, дети, всё отлично, дети вместе отлично играют, им хорошо. Всё. Так, вопрос исчерпан. Потому что первое, это вопрос, как только из вот этого, из манифестации, когда человек говорит, как жить дальше, он берёт такой транспарант и идёт, как жить дальше. Это не вопрос. Как только мы возвращаем, так, транспарант быстренько свернули, сожгли, достали вопросительный знак, поставили в конце. И попытались на него ответить. И вот тогда ты будешь просто не попытались, а прям начали отвечать. Ага. Попытаться это опять туда. Я пытаюсь ответить. Конечно, невозможно пытаться ответить, потому что не будет ответа никакого. Вот, это первая часть. Второе, надо терпеть. С этим я категорически не согласна. Даже сейчас в школе уже разрешили детям не терпеть до перемены и выходить в туалет, когда хочется. Не спрашивать учителя, можно выйти. Сейчас уже по новым правилам школьным во многих школах просто ребёнок имеет право наконец-то, блин, просто выйти в туалет и сообщить об этом учителю, что я сейчас повернусь. Не в смысле спросить, Марья Ивановна, можно ли мне выйти в туалет, а просто сказать, что я вот... Даже не говорить, куда, просто сейчас я вернусь. И все очень... Деликатно это принимают. Деликатно относятся, да. Зачем терпеть-то? Надо понять, опять же, что со мной сейчас происходит, что меня не устраивает и куда я хочу из этой точки переместиться. У меня что? Терпеть что? У меня, ну, представьте, у человека, допустим, жутко болит. Есть две крайности. Есть люди, у которых всё сломалось неожиданно, как им кажется, и они развелись. А есть люди, которые даже, может быть, и хотели, я специально эту дугу и натянула, как бы и хотели бы, но именно это страшное время и сказала им, вот теперь ни в коем случае. Такое может быть. Вот теперь ни в коем случае. Я не справлюсь, надо терпеть. Нет, здесь не надо терпеть. Здесь вот что, почему они... Я не справлюсь, надо опять же, что мне надо, чтобы справиться, а надо терпеть. Вместо этого, я бы сказала, какие-то у нас совместные задачи, видимо, опять появились. Иногда бывает так, когда люди смысл потеряли уже нахождение вместе, но нет совместных задач, например. Дети выросли, а тут вдруг раз, и совместная задача, как противостоять, как спасти бизнес, как там выживать, как сделать так, чтобы дети там чего-нибудь не... Вот тут хоп, опять вместе. Есть повод, для чего коалицию эту образовывать. Задача совместная появилась. Ура! Терпеть отвратительно. Терпеть, что это значит? Это значит, я осознаю, что со мной происходит и ничего с этим не делаю? Как это так? Нет. Я могу подождать, я могу отложить, я могу спланировать, я могу сейчас сказать, хорошо, окей, значит, но это я не просто терплю, сказать, хорошо, значит, я даю себе время до июня 23-го года, за это время я собираю вот это, вот это, вот это, заканчиваю вот это обучение, делаю вот это, мы с тобой проходим четыре сеанса у семейного терапевта, и тогда принимаем решение. Вот, и так можно. Я знаю, есть достаточно большое количество религий, которые говорят, что путь к просветлению через страдания, но я подозреваю, что дело не в мазохизме, не надо себе эти страдания специально создавать на пустом месте, там, где от тебя много чего зависит. Жизнь тебя и так устроит, условно говоря, подбросит тебе вызовов. она тебе подбрасывает вот именно вот этот вызов, и твоя задача решить испытание это или приключение. Это у меня есть друг один, который просто гвоздестоянием занимается, я не знаю, я не умею это, а он прямо этим занимается, серьёзно, и он каждый раз говорит, что вот я иду через страдания, пока там не появится эйфория. Я говорю, это обязательно? Он говорит, я бы хотела тебе страдания, но я точно знаю, куда я иду, и пока ещё, ну, пока ещё так. Но мне кажется, чем дальше я иду, тем меньше уже вот этот вот момент боли. И это, кстати, сейчас очень популярно, гвоздестояние за последние два года стало просто каким-то. Потому что люди хотят быть живыми, хотят что-то чувствовать, и хотят получать этот опыт, идти через страдания к чему-то другому, к расширению возможностей. Вот вам один, это странная реклама, гвоздестояние, получилось от человека, который ни разу этого в жизни сам не делал. Что-то у меня особое желание такого не возникает почему-то, но тем не менее, как пример, да, может быть так. Я думаю, отчасти гвоздестояние свойственно всем нам сейчас немножечко, может быть, поэтому мы привели этот пример. У каждого оно своё, это гвоздестояние. Кто-то новость с утра читает, и вот тебе и постоял на гвоздях. Штирли стоял на своём, это была любимая под Камюллера, да, так что лучше на гвоздях, чем на своём. Спасибо большое, Таня, потому что, мне кажется, опять всё очень позитивно получается. Ну, простите, я же не из тех, кто наслаждается вот этими самыми страданиями. Нет, но мы обсудили с вами довольно острую тему и важную для очень многих, потому что, действительно, вот сегодня разводы, расставание и разломление пар — это какое-то новое испытание. Так самое интересное, что и я через это тоже прошла сейчас, и у меня есть свой абсолютно честный опыт в этом. Ну и что? И вот он ровно про это. Ну что ж мы будем здесь зависать? Надо дальше идти, есть куда. Спасибо вам огромное. И до следующей встречи. Вот что скажу я нашим зрителям. Ждите, надейтесь, мы скоро будем опять с Таней разговаривать о чём-нибудь интересном. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо!